всем привет дорогие друзья с вами снова барин и вот после достаточно долгой паузы я решил продолжить показывать свою коллекцию игр для playstation 2 его значит такая первая игра у нас на очереди сегодня эта игра the warriors мотивом достаточно известного американского фильма она сделана вот делали кстати rockstar это как ни странно биты map ну вот если значит мы в эту игру так скажем поиграем то увидим что что его такие очень многие элементы которые здесь есть они перекочевали даже в серию gta то есть здесь например можно кстати рисовать крафти опять же этот самый отжимать деньги у прохожих крабить магазины драться с другими бандами принципе игра на самом деле занимательная правда пока ее конечно не прошу и за то что у меня вот это чудо из коллекции хочется конечно поблагодарить владимира горбунова вот что мне ее подарил значит значит следующая игра моей коллекции это the getaway то есть вот она если не ошибаюсь в 2002 как раз таки году по моему выхода 2000 году она выходила вот то есть такой вот криминальный боевик в духе фильмов гая речи то есть здесь действия в лондоне происходит при том что лондон так скажем ну точнее часть лондона тут достаточно детального создана плюс в игре на тот момент тогда был такой так скажем супер реализм то есть что никакого интерфейса ничего не было то есть значит если куда ехать мы ориентируемся только по поворотникам машины вот и что интересно то здесь у нас даже вот есть такой плакат потому что к этому к этой игре как ни странно был снят такой трейлер живыми актерами даже как раз таки такой стилистики фильмов гая речи вот здесь у нас карта лондона то есть у этих районов лондона что скажем так использовался при создании этой игры честно говоря игра на самом деле достаточно для меня по крайней мере пока сложно то есть надо все-таки с ней немножко разбираться привыкнуть к управлению и называется реальности значит следующая игра моей коллекции это quake 3 revolution то есть это quake 3 арена в принципе каких-то глобальных так скажем отличий от пока версии я не обнаружил и скажем так в принципе даже не то что у меня есть ностальгия какая-то по этой игре хотя в юности в нее очень много наиграл и по сети на пока и называется так с ботами всякие моды на нее ставил там с другими персонажами как бы по рекомендации старины дачи все-таки эту игру купил себе в коллекцию принципе не жалею следующая игра моей коллекции это бернаут 3 тегаун то есть такие вот экстремальные гонки на выживание вот как с электроникарцы эту игру издавали в принципе мне на самом деле штука это понравилось то есть игра я считаю интересное в принципе я уже скажем так радуюсь что все-таки начинают у меня какие-то другие гоночные игры на playstation 2 появляться не то как то вот из всех моих платформ она была самой такой обделенной в плане каких-то гоночных игр то есть разве что только а утра 2006 из гонок у меня до этого был сюда же вдогонку идет и smash cars то есть это на самом деле игра либо rc cars как она была известна либо не детские гонки то есть как раз таки отечественная игра вот где мы управляли радиоуправляемыми машинками которые по всяким таким запрещенным местам катались вроде там пляжи или допустим военной базы вот и самое что здесь интересная значит хоть игра делалась и в россии но она к сожалению не на русском языке то есть видать на все-таки playstation 2 она делалась чисто для западной аудитории вот что здесь интересно то здесь была какая музыка то есть от группы мастер но насколько я знаю группа мастер там только минуса или инструменталки композиции звучали в принципе так скажем ничего интересного а вот например группа дедушки или дедушки написали к ней полностью оригинальный саундтрек и вот если мы здесь посмотрим даже здесь вот у нас мануале указано что вот саундтрек был виктор салагуб алексей рахов андрей орлов александр докшин ввв дедушки ру вот так что саундтрек вот именно от группы дедушки я постоянно что называется переслушиваю к этой игре ночь наконец-то у меня доехала алона и задать за нее nightmare то есть эта игра у нас была на пока на dreamcast и на втором playstation это сурвайл и хоррор то есть в принципе на playstation и первом она может сказать одна из самых красивых игр с точки зрения графики там уже железо выжимали все что можно понятное дело что на playstation и 2 графически она конечно лучше смотрится правда что меня удивило почему-то тут субтитров как-то нету честно говоря и ладно вот то есть наконец-то раз что она у меня все-таки появилась на playstation 2 она была все-таки подешевле вот и полгода целых ко мне эта игра кстати ехала все никак вот не могла до меня доехать наконец доехала значит что еще хотелось сказать наконец-то у меня добилась вся линейка по сонику на playstation 2 тусим наконец-то все игры себе собрал вот и первая такая играет shadows the hedgehog то есть сольная игра про ёжика шо дева вот тут огромная куча концовок плюс ко всему есть возможность управления транспортом что у нас позже и в sonic 2006 перекочевала и есть возможность соответственно собирать различное оружие его использовать всякие там пистолеты пулеметы и так далее в принципе кстати вот это кстати круто действительно сделано вот музыка от крашфоти действительно потрясная вот и достаточно большое количество здесь концовок то есть куча развилок то есть ее что называется можно проходить и проходить до бесконечности чтобы увидеть все концовки и получить здесь настоящую здесь даже такой маленький каталог от сеги есть где тут всякие у нас игры показаны тех лет что выходили если честно чем-то она мне все-таки больше второй adventure как-то по своим механикам напомнила краски играю в которой первые шадов появлялся шадев появлялся вот значит диалоги а sonic riders то есть первая часть она выходила на всем что только можно тогда то есть на playstation 2 и на гейм-коп и на xbox и на пк даже она была вот здесь статья outrun 2006 реклама по которой я рассказывал в прошлом выпуске что то как соника и его друзья стали соревноваться за эсмеральде хаоса на вот хавербордах то есть кто смотрел фильм назад будущее 2 тут наверняка вспомнит что это такое здесь кстати есть сюжет то есть в отличие например от sonic и seagal star racing такой достаточно интригующий что меня даже удивил что такой игры смогли его сделать но опять же музыка крашфоте присутствует вот вторая часть под заголовком за гравити она у нас выходила только на консолях то есть она была на playstation 2 на обе точно я знаю вот может где-то еще так не вспомнил xbox и в принципе интересно так скажем механики то есть опять же была такая перспективная побочная линейка таких гоночных игр про sonica ну третью часть выпустили эксклюзивно для 360 бокса под кинект и соответственно специально там чтобы такой контроллер виде вот этого хаверборда и игра получилась с убитым управлением совершенно непроходимой к сожалению вот на третьей части вся вот эта линейка заглохла конечно игра в принципе к сонику имеющая так скажем больше косвенное отношение это sega superstar tennis принципе была она на playstation 3 на xbox 360 но вот взял я себе на соответственно как раз таки playstation 2 чтоб линейку sonica тут добить тут с этих игр с реклама зарегравить из у них рейтерс вот и значит здесь у нас просто сеговские персонажи пусть есть персонажи соника есть соответственно есть джетсет радио вот амиго есть помоле скидз и тут там еще они там всех постепенно просто открывается принципе кстати на признаться что игра то по крайней мере мне не так просто далась а вот но надеюсь когда ничего в принципе пройду может эти вдвоем играть сам что хорошие вот и за все эти игры конечно благодарность хочется высказать магазину play о дт что они мне дошли и вот такие две игры появились про вторую мировую войну то есть первое это медаль у фона rising sun то есть это кстати по моему точно 1 медаль у фонар и по-моему даже первая игра для композитора кристофера леннердса здесь музыку написал я очень часто этого композитора так скажем вспоминаю поскольку он писал музыку такой игре как ганы и вот к двум играм о джеймсе бонди форм раши with love и quantum of soil значит здесь конечно к сожалению мануала нету но есть каталог электроника здесь как раз таки эври фенку на финг игра про джеймса бонда теперь сбросом принимал участие в создании и конечно вот такая реклама к среколетию бы дианы что на что переиздание там на дивизи всех фильмов франшизы вот и в принципе что я могу сказать очень такая хорошая атмосферная кинодографичная игра про тихоокеанский театр военных действий ну и конечно такая игра то есть пришли ров вар то есть военнопленный помню еще в 2002 году ее купил для пк но она у меня не пошла вот и как появилась возможность взять ее на playstation соответственно я ее называется и взял себе здесь помочь американский дочек что ли военнопленный его задача из немецкого лагеря сбежать то есть там можно как выговорят с охранниками другими соответственно военнопленными так далее что из патагана на самом деле интересно происходит при условии того что надо значит ночные часы идти ложиться спать как бы ну и точно делать вид что там и ложиться спать то есть такую чуткую дисциплину соблюдать пусть там еще не попадаться немцам герой могут от карцер отослать или там застрелить или там допустим обнаружить то что он там подкоп как он делает то есть принципе такая штука интересная я считаю вот за две последних игры конечно спасибо хочется сказать магазину вигейминг ну а на сегодня это все с вами был барин до новых встреч дорогие друзья опять бедная ваша уборщица он хотел меня убить как нелюбезно а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»